Здравствуйте, это КФХ Геррифорд. Снимаем очередное видео по работе граблей куновских, которые мы купили. Продав скот в Крым, мы купили грабли. Вот как видите, как раз очень наглядно применение этих граблей. Видите, засуха, трава невысокая и волки вот такие после скашивания получаются. Именно эти грабли позволяют объединить эти волки так, чтобы меньше было проходов потом предподборщика. Вон предподборщик на готове стоит и применение вот этих граблей очень рационально в таком случае, когда у тебя маленькие, хилые, слабые волки после скашивания. Ну вот, Дима заработает. Масса перевернется сейчас и, в принципе, это тоже еще один момент для подвяливания. Мы спешить прессовать сейчас не будем, подождем, чтобы еще чуть-чуть подвялилась. Вот еще хотел обратить внимание, что волки люцерны намного лучше, чем волки клевера со злаковыми. То есть в засуху клевера нет, а люцерна есть. Поэтому мы, наверное, принимаем решение после скашивания сейчас удобрим этот участок поля, обработаем его и удобрением, навозом. У нас здесь недалеко складируется. И засеем мы люцерны. Мы купили Баренбрух, дорогую люцерну, по 500 рублей килограмм. И вот, наверное, это люцерны засеем, потому что это безопасность, кормовая безопасность. Вот люцерна. Правда, это люцерна, конечно, третьего года. Она первые годы вообще никакая была. Но сейчас вот она дает урожай, а клевер со злаковыми вообще ничего. Видно разница. Вот здесь был люцерна, вот там клевер со злаковыми. Видите, клевера нет и нет никакой массы. А клевера нет, потому что нет дождей. Вот еще один нескошенный участок остался. Вот смотрите, вот так выглядит люцерна. Фактически без дождей выросла. Вот такая люцерна. А вот, посмотрите, клевер со злаковыми, как выглядит. Вот рядом граница. Видите, вот он. Клевера почти не видно вообще. Вот чуть-чуть там кое-где клевер пробивается. Вот он уже цветет. Вот. Трава уже засыхать начинает, злаковая. Вот. А вот люцерна. Есть разница. Глобальная разница и глобальная урожайность разная. Поэтому, конечно, будем стараться сейчас перейти на люцерну. Ну вот, в результате двух проходов грабель мы имеем вот такой, такие два просвета и два волка, например. Вот. Это уже говорит о том, что я буду прессом работать намного быстрее и намного экономичнее. И рулоны будут лежать один за одним. Это удобнее даже для потом, для перевозки. Вот. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... 6, 7, 8, 9 шагов между волками. Ну, вот в такой площади эти грабли собирают. Ну, там Дима какой-то режим поставил, он там ему виднее. Я не могу это сейчас сказать, насколько он расширил их там. Грабли как... Они могут в разных режимах работать. Ну, вот сейчас вот в таком режиме работает. 9 метров собрал за один проход. Ну, хорошо. Это экономно, быстро. Ну, и собирает, в принципе, качественно. Все равно поле неровное. Там и копирующие колесики много их. Но все равно остается вот кое-где. Трава. Ну, в принципе, в общем, собирают чисто. Здравствуйте. Хочется рассказать про некоторые особенности работы с граблями кун, которые мы сейчас используем. Есть плюсы большие, потому что они могут подстраиваться под ту массу травяную, которая есть на поле. Что? За счет чего они подстраиваются? То есть, первое, это вот эти вот телескопические выдвигаемые крылья, которые сейчас у нас настроены на определенную ширину. И, как видите, она где-то находится в середине. Такая ширина, а также вот это само устройство граблей, что один ротор кидает волок в центр, другой ротор его подбирает и уже сгребает к отражателю. Сейчас мы работаем именно в этом направлении. И таким образом мы собираем волок из трех волков нашей косилки. Если знать, что наша косилка сама делает волок, имея плющильный аппарат, делает волок с трех и двух метров в где-то метровый примерно, то это значит, что, собирая три волка, мы работаем практически на десяти метрах ширины захвата. Какие еще варианты существуют? Следующий вариант – это работа при сгребании, при точно таком же положении крыльев, но, соответственно, работа с разворотом. То есть мы идем в одну сторону, мы идем, собираем волок в центр, получается, а в конце загона мы разворачиваемся и собираем волок в этот же самый центр. Таким образом мы соберем пять волков в один, и если провести несложные подсчеты, это будет примерно порядка шестнадцати метров ширины захвата, с учетом нашей косилки. Вот. Что дальше? Какие еще варианты возможны? Следующий вариант – это работа на полностью раздвинутых крыльях. Если их раздвинуть до конца, что такая работа обычно происходит при волках с очень большой массой, и, соответственно, мы можем собирать два волка в один, но за один проход мы будем получать сразу два таких волка. То есть мы будем собирать четыре волка от косилки в два волка уже как сдвоенных волка за один проход. Таким образом при большой массе мы можем сэкономить количество проходов и, соответственно, граблями, и пресс-подборщиком, потому что при большой массе надо смотреть, чтобы поток был стандартный, ламинарный, грубо говоря, в пресс-подборщике. И нехорошо, когда большая масса будет, например, ну, или сильно большой, или волок будет сильно большой при большой массе травы, или когда он будет сильно маленький, из-за этого придется бегать слишком много. В итоге, например, сейчас также в этот расчет вкладывается и влажность травы. В случае, если требуется некоторое дополнительное подвяливание уже после сгребания, то лучше сгребать небольшой волок, то есть, например, хотя бы с 10 метров, вот как мы сейчас и делаем. Хоть волок и не такой большой, в плане того, что неплохо было бы ради уменьшения работы пресса его сдвоить, то есть, сделать волок с 16 метров все-таки, но только ради небольшого подвяливания, потому что мы уже приехали прессовать, а я еще не до сгреб, а масса все-таки еще влажная, то есть, все-таки желательно, чтобы она уже подвялилась как можно быстрее. решили не сгребать, не сдваивать наши проходы, а, соответственно, просто сгребать с 10 метров, что самое является, в принципе, оптимальной работой для этих граблей. И это такой, некоторый баланс между уменьшением работы пресс-подборщика и не сильно большой, большое время затраты на работу граблей, потому что и то, и то имеет свои нюансы, свое, соответственно, время работы. Вот и все. Сейчас работаем с трактором 87 лошадиных сил, МТЗ-92П. Его хватает с головой для этих целей. Более того, скажу, что даже, может быть, и многовато его, не знаю. 82-й тоже замечательно справляется с этой задачей. И какие еще вопросы? Например, у этих граблей, я заметил, есть минус, например, это вот эта вот отражающая пластина, которая, как видите, имеет большой люфт. Хоть мы и подкладывали под капролоновые втулки, здесь шайбочки подкладывали, это не особо помогло. В итоге я не имею желания ее вытаскивать, расширять, потому что это, отражатель, по сути, тоже регулирует ширину волка. Но получается так, что если его вытаскивать, то ее болтает еще больше. И, как бы, тем самым мы разбиваем еще больше вот этот весь механизм, что нехорошо. Ну и плюс, в принципе, ничего при нашем размере волков она ничего особо не делает, никаких эффектов не дает, потому что волок и так образуется, вот, грубо говоря, ну, там, где заканчиваются роторы. Какое-то немножко действие она, конечно, делает. Что еще хочется сказать про грабли, про их настройку по высоте. Конечно, первое время, когда ты только приезжаешь на поле, надо потратить немало времени именно для их настройки. Сейчас, например, работа происходит по стерне многолетников, и эта настройка намного проще становится. До этого мы собирали рожь. Для ржи эта настройка очень критична, и ее надо делать достаточно такие, ну, точно. Ну, не точно даже в плане измерения, а точно в плане работы. То есть надо сделать какой-то уровень, посмотреть, как идет работа. Есть ли пропуски массы, и есть ли, соответственно, загребание земли. И вот просто за счет того, что оптимизируя вот эту вот высоту, чтобы меньше загребало земли и меньше было пропусков, мы настраиваем. То есть настройка идет очень точно вот этим вот винтом, который, в принципе, позволяет до полусантиметровой точности выставлять высоту. Еще один нюанс – это то, что эти оба ротора настраиваются по разным высотам. То есть у каждого ротора уже все-таки свои какие-то настройки. То есть каждый ротор настраивается отдельно. Сами грабли очень умные. Тут находится у них очень много разных перепускных клапанов, электрораспределителей, много разных цилиндров, которые, честно говоря, даже до конца непонятно, зачем нужны. Ну, конечно, они все для дела. Не все сделано на электрокнопках, электроклапанах. Что-то сделано на механических клапанах, как видите, с тросиком и так далее. То есть все, в принципе, продумано. И единственный нюанс этой системы – первое, что она работает, но, честно говоря, такой объем вот этих вот всех дополнительных… Усложнений, да? Усложнений, да. Он в некотором смысле пугает, потому что каждая эта деталька стоит больших денег, но в случае каких-то поломок, а они, как говорится, всегда возможны, ну, будут серьезные проблемы. Ну, пока, слава Богу, мы работаем на них первый сезон, и до сих пор никаких особых поломок не было, кроме тех, которые мы изначально устраняли после предыдущего… После покупки. Пользователей. После предыдущих пользователей, да, которые мы устраняли еще зимой. Гнутые граблины. Это гнутые, да, палки, которые где-то 6 штук нам пришлось выгнуть. В этом процессе мы сделали некоторые поломки, в том числе и сами уже ломали вот эти вот, одну вот такую вот детальку. Пришлось… Она вообще алюминиевая, пришлось варить сваркой по алюминию, что, в принципе, тоже не очень надежная вещь. Но в итоге скажу, что наш ремонт увеличался успехом. Также было отломано одно из вот этих колесиков, ось была сломана, мы ее заварили, ну, достаточно-таки надежным способом, как мы уже, как сейчас уже видится, потому что до сих пор все, в принципе, работает. Сами нагрузка на вот эти все колеса, вообще нагрузка на все узлы этого, этих граблей идет немаленькая, сразу скажу, потому что вес агрегата большой, вес каждого ротора большой, и даже вот эти колесики, как бы они ни казались, ну, как бы, ну, игрушечными, грубо говоря, но даже они несут свою немаленькую работу и делают ее как минимум так, как должны. Еще что хотелось добавить, что хоть и эти грабли имеют большое количество самих граблин, самих вилен на граблинах, но все равно задний ротор, получается, работает с повышенной нагрузкой, потому что на него приходится не только своя масса, которая есть в волку перед ним, но и масса, перегнанная передним ротором. В свете этого изначально надо следить за пропусками именно заднего ротора, ну, переднего тоже, но это только для высоты, а задний ротор, если вы уже по высоте его настроили более-менее, то надо следить уже за пропусками для определения рабочих оборотов, то есть, в принципе, и это тоже настраиваемый параметр, который настраивается банально в итоге скоростью движения и выбранной передачей работы. Сейчас на этом поле, где в тех местах, где волок не очень жирный, подходит передача использования где-то до где-то около 13 км в час, седьмая повышенная передача. Это на МТЗ-82, ну, или 92П, у него нет пониженных, так что там все повышенные. Вот. Такая скорость, в принципе, нормальная, и пропусков заднего ротора мы не видим. В случае, если где-то, особенно на люцерновой части этого поля появляется большой волок, я стараюсь перейти на шестую передачу, то есть уже смеется где-то до 10 км в час, но обороты держу где-то порядка 1800, а то и до 2000 при работе на ржи, которое, ну, раньше мы делали, то есть, в принципе, обороты для этого агрегата должны быть большими, ну, номинальными, как минимум, 2000 это нормально. При этом, сами роторы работают, крутятся не так быстро, то есть, относительно граблей тех же ГВР, 630 и так далее, то есть, Евро-ГВР, мы можем сказать, что вот эти вот редукторы делают свое дело, они понижают скорость работы вот этих граблин самих, сама работа, получается, вот эксцентриковых элементов внутри вот этих чашек, она становится намного более предсказуемой и надежной, потому что скорость самих граблин не такая высокая, хотя и кажется, что они летают как вертолеты. Это впечатление создается только за счет их количества, честно говоря. Вот. Сами пружины, как мы уже поняли, имеют очень большой срок службы, скорее всего, нам, ну, я очень сомневаюсь, что мы потеряем хоть одну в этом сезоне, потому что, ну, видно, что сделано все надежно, качественно, и по самой работе я вижу, что вот эта 3D копирующая вообще чашка, ну, ротор, у которого четыре колеса, позволяет с наименьшим касанием работать по земле с любым покрытием, грубо говоря. То есть, как видите, я сейчас, вот, например, кручу вот данный момент, например, за счет неровности наших полей, которые очень неровные, честно говоря. Вот, например, касание происходит только вот в этом месте. Вот, и то, наверняка, не каждый граблиный. Тот ротор вообще, похоже, нигде не касается. Хотя, он впереди тоже. Но это все будет различаться от места на поле, от каких-то там ямок, которые попадают вот эти колеса. В основном, в основном, я смотрю, что работа происходит без особой нагрузки, без ударов по граблинам, по вилам. Соответственно, у нас идет более-менее надежная работа всех граблей в целом. Ну, это, в принципе, все, что я хотел сказать. Особо рекламировать такие грабли я не хочу, потому что их рыночная цена более двух миллионов, и, конечно же, таких денег они не стоят. Это сразу скажу. Потому что, в итоге, они сгребают траву, которая, по сути, растет на поле, и не имеет настолько большой стоимости. Но, в свете того, что мы их купили бушными, порядка, там, за 800 тысяч, то, конечно, тогда это приобретение становится актуальным и имеет свои положительные стороны. С учетом того, что они должны проработать долгие годы, вот это, как бы, имеет смысл в такие вложения. А так, вообще... Все равно, 2 миллиона за них отдавать это многовато. Нет, 800 тысяч, я говорю. Для нас даже 800 тысяч мы хотим это на долгие годы растянуть. Потому что, любые другие грабли мы купили бы самое меньшее за 300 тысяч. Правильно? Нет, ну, аналоги это Бобруйские, это Агромаш, это ГВР-630, они вроде называются. Во-первых, у них и ширина захвата поменьше, и, конечно, введение в транспортное, и рабочее положение, которое, кстати, по этим граблям мы еще покажем в этом видео. Это интересный момент. То есть, я, по сути, ввожу и вывожу их в транспортное и из транспортное, не выходя из кабины. То есть, это большая, большое преимущество. Большое, огромное. Потому что, как мы мучаемся с граблями Евро-ГВР, это надо видеть. Особенно, когда ты один в поле, это просто иногда, иногда выводит из себя. грабли эти имеются аналоги ГВР именно, но, конечно, за 2 миллиона можно купить этих ГВР 3 штуки и работать тремя тракторами. Какой 3? 6 штук. Ну, порядка, да. Так вот, и получается, что, конечно, свои плюсы имеются, но не за 2 миллиона. Аналог за эту цену имеется, это клевер Ростсельмаш, производство Ростсельмаш, это Калибри Дуа грабли. Мы, в принципе, и хотели их купить до того, как нам подвернулся вариант купить, приобрести вот эти вот ту же цену, грубо говоря. Ну, чуть-чуть дороже получается. Калибри Дуа сейчас стоит около 700 тысяч, плюс-минус вот эти деньги. Разница вот и есть, заключена вот в разнице по эксплуатации между теми и теми. Ну, Калибри Дуа, я думаю, были бы хуже этих. Вот, и, ну... Даже по презентационному ролику, который мы видели в интернете, Калибри Дуа, ну, намного, сделаны намного более хилыми. То есть, просто, банально, они хилые. Вот, другого слова не найти. Когда они идут, работают, все дребезжит, ломается. Ну, короче говоря, нету представления, что они смогут работать так же надежно, так же предсказуемо в течение многих лет. Вот. Ну, ладно. Всем всего хорошего. Надеюсь, вы здесь сделаете какие-то выводы. Может быть, кому-то это будет полезно. Удачи. Всем хорошей, хорошей погоды на заготовке корма. Субтитры сделал DimaTorzok 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 в принципе точно так же ведение в рабочее положение, то есть ничем не дольше, не быстрее. Просто работа гидравликой. Еще хотелось добавить один момент про навеску на этом тракторе. То есть, конечно, рассчитана работа на это навеску. То есть, прицепное рассчитано, будто оно было бы с автоматической подстройкой высоты. То есть, это позиционным управлением. У нас тут никакого управления нет, просто управление гидравликой. И в этом смысле, конечно, можно или поднимать в крайнее верхнее и зацеплять транспортный крюк, или просто работать периодически приподнимать навеску, следить за опусканием, иначе особенно гидроканалы, разъемы можно зацепить навеску и так далее. Ну, все. В принципе, все. Да, все, все. Еще хотелось, извиняюсь, добавить, в принципе, эти грабли позволяют очень легко приподнять вот эти роторы над землей, даже не выключая вал отбора мощности во время окончания загонок, что позволяет добавить аккуратности на поле. То есть, ты можешь сделать аккуратные волочки, которые будут аккуратно заканчиваться, аккуратно будут начинаться и так далее. Не будет никаких там чрезмерных гор там на поворотах и так далее. То есть, можно сделать все аккуратненько, хорошо, красиво. Конечно, не всегда это получается за счет обычной торопежки и так далее, но такая возможность имеется. Приподнимаешь крылья, они крутятся над волками, ничего не сгребают и уже, да, ты, конечно, колесами придется проехать по волку, но это не так плохо. Плохо, когда у тебя эти же грабли во время проезда над волком кидают этот волок куда-то в сторону. Ну, еще есть система подруливания. Видите, она такая довольно сложная система, связана с осницей. Вот, пошла труба, вот, и она связана с поворотом задних колес опорных. Задние колеса находятся на шернирах и тем самым, конечно, радиус поворота настолько практически не отличается от радиуса поворота самого трактора, когда ты едешь. Наоборот, надо даже следить, чтобы они не зарулили в... ну, ширь, короче, то есть, обычно следишь на узк, как бы, при повороте смотришь на внутренний угол поворота, а тут надо смотреть на внешний угол, куда зарулят эти колеса. То есть, тут дополнительный нюанс, но вообще говоря, они идут практически по колее самого трактора. Ну, все, все, всем доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok